В эфире программа вопрос-ответ. Меня зовут Татьяна Цепелева. Здравствуйте. Летние каникулы это время, когда безопасность детей требует особого внимания со стороны взрослых. Ведь маленькие граждане часто остаются предоставлены сами себе, и поэтому так важно подготовить их к возможным нестандартным ситуациям. Но, как говорится, у безопасности нет каникул. Как сохранить жизнь и здоровье ребенка в летний период, об этом мы сегодня поговорим с заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ростовской области Игорем Тягненко. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, расскажите, пожалуйста, на самом ли деле так остро стоит проблема с детским травматизмом, особенно в летний период? О чем говорит статистика? Ну, вы знаете, действительно, именно в период проведения летних каникул неоднократно на это обращают внимание и руководители школы, и преподаватели. То есть дети принадлежат сами себе, то есть организуют зачастую сами свой досуг, потому что родители на работе. И в связи с этим учащается наступление возможных тяжких последствий, потому что, ну, ребенок шалость какая-то может наступить или еще что-то. Поэтому с детьми нужно постоянно разговаривать, постоянно проговаривать все ситуации, объяснять, как действовать, что в период детских каникул, да, детский травматизм увеличивается. Об этом мы подробнее поговорим. А о чем говорят цифры? Ну, цифры у нас говорят о том, что в период летних каникул травматизм увеличивается. Как на воде, как учащаются случаи выпадения из окон детей, возможно, удары током, укусы собак, на пожаре получение травм. Поэтому нужно быть предельно внимательными и осторожными. На что нужно прежде всего обращать внимание родителей, чтобы отдых не был омрачен травмами? Ну, я извиняюсь, но повторюсь, нужно обращать внимание на себя, родителям. То есть ребенок смотрит на вас. Для него важнее не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. Поэтому, когда вы перебегаете на красный свет вместе с ребенком, когда торопитесь куда-то, это тоже очень часто влияет на оценку ребенком действий своих. Возьмите, приобретите пожарные дымовые извещатели, повесьте в комнате, объясните, для чего это. В случае, когда загорается, в состоянии сна человек находится или ребенок, он сработает из-за дыма. То есть начнет поступать дым в датчик, датчик сработает и разбудит вас. И вы сможете правильно действовать при пожаре. Загазованности датчики бывают. Тоже в нынешней ситуации это абсолютно не лишнее, потому что когда устаревают газовые приборы, возможно, всякие утечки. Поэтому датчик загазованности тоже никому не помешает. И приспособления на окнах, чтобы их не мог открыть ребенок, это тоже очень актуальная вещь. И когда вы это все ставите, применяете, объясняете попутно детям, для чего это, это очень как бы профилактический эффект высокий от этого. Давайте поговорим о безопасности на воде. Вот насколько остра для нашего региона ситуация с гибелью детей на воде? Ну, в прошлом году у нас погибло 36 человек на воде, из них 7 детей. Естественно, с началом купального сезона очень увеличиваются риски и ухудшается статистика. То есть люди заходят в воду, купаются, зачастую в нетрезвом состоянии, или, находясь в этом состоянии, уменьшают внимание свое за детьми. То есть, грубо говоря, группа родителей сидит, отмечает что-то на берегу, а потом вспоминают, что у них есть дети, и эти дети где-то находятся. Они, дай бог, зашли в воду, купаются сами. Поэтому, еще раз обращаю внимание, что детей без присмотра оставлять нельзя. Купаться только на специально оборудованных пляжах нужно. В Ростове, например, таких пляжей у нас 4. Это Зеленый остров, Левобережная зона, Парк Дружба на Северном и Ривьера на Западном. Вот там есть спасатели, там можно, ну как, надеяться, что все пройдет благополучно, но оставлять без присмотра детей в любом случае не надо. Как учите детей о правилах поведения на воде? Школы. То есть мы подключаемся к учебному процессу. Перед началом летних каникул посещаем школы, рассказываем детям, наглядно показываем. Также помогает нам в этом организации вот то, что касается воды, а свод, то, что касается пожарной безопасности, ВДПО, эти общественные организации, которые тоже обеспокоены культурой поведения, как на воде, так и в случае пожарной опасности, и помогают нам доводить тоже эту информацию. Ну, когда на воде, мы перед началом летнего сезона проводим, в лагеря часто посещают наши сотрудники, учат, как действовать на воде, какие средства применять для спасения. И также учим с началом учебного процесса и в период учебного процесса, то, что касается пожарной безопасности. Проводим эвакуации тренировочные с детьми, объясняем, как действовать при пожаре, в случае пожара. Давайте об этом подробнее поговорим, как действует ребенку, если пожар уже случился. Если пожар уже случился, первое, что нужно сделать, это понять, выходить, сможете ли вы покинуть сами помещение. Если вы не можете покинуть помещение, то нужно удалиться в комнату, где нет пожара, закрыть плотно дверь. Если есть возможность щели все ветошью всевозможной забить, либо мокрыми тряпками, если есть такая возможность, подойти к окну обязательно и громко кричать, привлекать внимание свое. Обязательно вас услышат, вызовут пожарных, приедут и спасут. Если это произошло в темное время суток, когда спит ребенок, родитель, неважно. Первый, кто заметил пожар, видит, что в комнате задымлено, сразу на пол скатываемся. Ползком, либо на четвереньках по полу, прикрывая органы дыхания ветошью, лучше смоченной в воде. Мы выходим в безопасную зону, то есть покидаем помещение это. Вот это основные правила, которые всем необходимо знать. Детям обязательно доводим, родителям никогда не помешает довести это еще раз до детей. Перед сном, ну не перед сном, там вообще в принципе постоянно с детьми разговаривайте на эти темы и напоминайте им, как действовать. Рекомендуете ли вы дома держать огнетушители в квартирах? Ну это необходимо просто, не только рекомендуем, а честно говоря, сильно рекомендуем, скажем так. Потому что если случился пожар, что вы можете сделать? Загорелся, допустим, телевизор, электроприбор, понятно, что водой его потушить нельзя. А огнетушителем это можно сделать. И вы на ранней стадии можете обезопасить себя, свою квартиру, соседей. Потому что когда случается пожар в вашей квартире, если страдают от этого соседи, потом к вам могут предъявляться требования через суд по возмещению вреда, ущерба и так далее и тому подобное. Ну а самое главное, вы обезопасите себя, свою жизнь, жизнь своих детей, близких. Сколько уже пожаров произошло за прошедший период и как часто удается спасать людей, детей из пожаров? У нас, к сожалению, сейчас рост пожаров на 50%. То есть с наступлением марта, вот этого жаркого пожароопасного периода, у нас количество пожаров увеличилось на 50%. И я думаю, что до конца года эта негативная тенденция, так скажем, сохранится. Поэтому у нас введен в области особый противопожарный режим. В период этого режима у нас нельзя разводить костры. Посещать леса необходимо только сообщая органам лесного надзора. Ну и вообще ввести себя предельно внимательно. Не бросать бычки, окурки, потому что высокая пожарная опасность. Особенно в нашей области. Поэтому обращаю ваше внимание, что ведите себя правильно. Есть ли привести какие-то примеры трагических случаев? Ну, к сожалению, трагический случай у нас случился в Волгодонском районе. Из-за неисправности электропроводки произошло замыкание. Дом был старый, деревянный, глиной обмазанный. Произошел пожар, к сожалению, ночью, можно сказать. Проснулась мать, многодетная семья жила, успела вывести ребенка одного, а двоих детей не смогла вывести и погибла вместе с ними. Поэтому еще раз напоминаю, основные причины пожаров — это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электропроводки. Вторая причина у нас по статистике наиболее частая. Как себя обезопасить? Ну, меняйте электропроводку. Нет возможности поменять электропроводку. Обязательно следите за ней. Исправные, чтобы были электророзетки, соединение электропроводов. И дымовой датчик, он не так много стоит, но потом может спасти вас и оставить в живых. Вставляется обычная батарейка, крона в него, закрепляется на потолке. В случае возникновения пожара задымляется, он громко срабатывает. Вы рано поймете, что у вас в доме пожары сможете покинуть помещение и безопасить своих близких. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну, вы же понимаете, в таких ситуациях экстренных очень часто даже те же дети забывают, как нужно действовать, даже если они знали. Понимаете? Ну, да. К сожалению, дети часто начинают прятаться. Паниковать. Под кроватями, да. Ну, именно об этом, когда у человека будет доведено это до автоматизма, он видит, что пожар, он сразу пытается покинуть помещение, видит, что пожар ночью, он сразу спускается и на четвереньках покидает помещение. Либо, допустим, видя, что в коридоре огонь или в кухне, он не может там пройти, закрывает плотно дверь к окну и начинает кричать громко и звать на помощь. Очень часто, кстати, решетки на окнах мешают детям. Были и такие, к сожалению, случаи у нас, поэтому я не знаю. Но я для себя сделал вывод такой, что пусть лучше ограбят, и все будут живы, потеряете вы какие-то материальные ценности, нежели в случае пожара вы просто не сможете эвакуировать детей. Был такой у нас случай в Аксайском районе, когда на садоводческом товариществе, то есть мать оставила детей дома, но у нас, к сожалению, еще раз обращаю внимание, не оставляйте детей без присмотра. В данном случае она работала в магазине, была продавцом, услышала, что пожар дома, позвали соседи, прибежала домой, видит, что горит коридор, то есть в дом она попасть не может. Вот. Нашли люди лестницу, поставили лестницу, но из-за решеток детей просто не удалось спасти. Очень трагичная ситуация и глупая на самом деле, поэтому обратите на это внимание. Как вы считаете, культура безопасности, жизнедеятельности наших детей, она с каждого года растет? Становятся они грамотнее? Вы знаете, растет. Статистика, к сожалению, она такой волнообразный график, если построить можно. То меньше гибнет детей, то больше гибнет детей, но в целом тенденция идет к тому, что количество погибших у нас снижается. Боюсь что-то загадывать, но я надеюсь, что наша работа постоянная с детьми на воде, в лагерях детских, летних, в школах, она приносит свои плоды. Еще одна актуальная проблема в теплое время года – это падение детей с высоты. Давайте поговорим об этом. К сожалению, да. С наличием вот этих окон у нас пластиковых, широких подоконников замечательных, на которых можно залезть, посмотреть в окно. И все-таки на улице интересно, и животные любят наблюдать в окно. Ну и, естественно, дети. Эта проблема остро стоит сейчас. Дети довольно-таки регулярно выпадают из окон. Как обезопасить себя? Да, довольно легко. Продаются устройства со специальным ключиком, который можно даже самим поставить. То есть окно можно будет откинуть, а открыть его будет невозможно на этом замке. Очень рекомендовал бы всем родителям, имеющим маленьких детей, подрастающих детей, поставить просто такие устройства. Они, поверьте, недорого стоят, и будете спокойны. Сетки москитные тоже создают чувство ложной безопасности. То есть зачастую и родители, и дети думают, открыли окно, вот она сетка, на нее можно опереться. Ни в коем случае на нее нельзя опираться, и никаких окон откинули, обязательно, чтобы замок стоял. Берегите себя и своих детей. Действительно, трагические случаи случаются даже тогда с детьми, когда и родители рядом. Вот давайте все подведем такой небольшой итог и дадим родителям рекомендации, вот как спасти. Ну, первая рекомендация – это ни в коем случае не бросайте детей без присмотра. Были такие случаи, оставляли у нас, ну, понимаете, вот 95% случаев гибели детей на воде, при пожаре – это оставление без присмотра. Были такие случаи, просто жена пошла встречать мужа, дети остались дома, смотрели телевизор. Ну, что мешало взять их с собой, сказать, давайте вместе соберемся, пойдем встретим папу. Непонятно, что мешало, устали, не захотели, нужно настоять, взять с собой и в магазин, и в какую-то организацию. Поэтому остались дома одни, в итоге погибли. Загорелся, опять проводка, не поняли, как вести себя, видимо, не общались с ними, попрятались в место такое, откуда не могли эвакуироваться, и задохнулись дети. Поэтому первое, что скажу всегда, это не оставляйте детей без присмотра ни на воде, ни в городе, ни в селе, и постоянно нужно с ними все-таки общаться и собственным примером показывать, как нужно себя вести. Ну, это же, ну, я не знаю, даже если говорить о Дарвине, о теории вот этой эволюции, вы просто выживете и дадите жизнь, ваши дети выживут и дадут жизнь потомству своему. То есть будет теория Дарвина работать как положено. Выживает сильнейший, и в данном случае ничего вам не мешает быть сильнейшими. То есть вы тут не зависите, по большому счету, от природы, или можете зависеть от какой-то ситуации, но обезопасить себя, просто обучив своего ребенка, и себя, и культурой поведения, обезопасить свою дальнейшую жизнь. Нет ничего лучше личного примера. Совершенно верно. Игорь Валерьевич, спасибо за такую важную, полезную информацию, и до свидания. Спасибо, до свидания. Маленькая неосторожность может привести к большой беде. Об этом важно помнить всегда, и задача взрослых – уберечь их от необдуманных поступков и научить безопасности. И помните, ребенок всегда смотрит на вас, поэтому пусть ваш пример соблюдения правил безопасности научит его и подарит ему здоровое, счастливое и безопасное детство. Это была программа «Вопрос-ответ», ее ведущая Татьяна Цепелева. До встречи в эфире и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова